Добрый день. Ольга, это будут первые публичные слушания, которые организует Общественная палата Севастополя. Кто был инициатором этой идеи? Да, вы совершенно верно сказали, что это первый опыт, который предстоит пройти в Общественной палате Севастополя по организации подобных мероприятий. Инициатором, о чем мне очень отрадно говорить, была действительно общественность, гражданские активисты северной стороны, которые обратились ко мне с письмом и попросили организовать на базе Общественной палаты круглый стол. Для обсуждения проблем, которые возникли в парке и вообще, чтобы понять, что будет с парком, куда он пойдет дальше. Мы это сделали 3 июня и в итоге проведения круглого стола встал вопрос провести публичное слушание и выяснить мнение жителей Севастополя, максимально возможное количество людей. И в особенности жителей Северной стороны, поскольку, что греха таить, основные пользователи парка это жители Северной стороны, потому что граждане не часто доезжают до этого парка. Для Общественной палаты это, помимо того, что первый опыт, это очень важный шаг и очень важный этап. Поскольку общественное слушание это, в общем-то, выражение воли народа и проявление истинного народовластия. Причем мы очень хотим, чтобы это было не пустым звуком, а реально в этот процесс было влечено как можно больше людей, о чем скажут мои коллеги по рабочей группе. Я хочу сказать только одно, что Российская Федерация предлагает огромное количество институтов и механизмов реализации выражения воли обществу во многих формах. Это как и Общественная палата, и Российский народный фронт, это институты, формы это общественное слушание, общественная экспертиза. И это замечательно, потому что за 23 года жизни на Украине, к сожалению, единственной технологией, которую мы знали, это был Майдан. Проявлять волю по-зрослому и по-зрелому позволяют именно такие мероприятия. И я очень рада, что в нашей рабочей группе я нашла единомышленников, которые вот сейчас сидят в том числе со мной, и буквально займу одну минутку, зачитаю все фамилии и имена замечательных профессионалов, архитекторов, дендрологов, активистов, которые участвуют в нашей рабочей группе. Гавриленко Марина, Корнилова Рима, Карташов Вячеслав и Владимир, Пономарева Ольга, Мельникова Наталья, Попов Биталий, Сидоров Геннадий, от Севпарков организации, Прокопенко Вячеслав, Прохоренко Валентин, Тихонов Алексей, от Молодого союза архитекторов, Тихоненко Мария, Петин Дмитрий, Мачкевский Константин, Миклисевич Екатерина. Ну и, конечно же, мои коллеги, Гладких Алексей и Наталья Попова, которые сидят здесь и которым я бы с удовольствием передала слово. Ну вот как раз следующий вопрос к Алексею. Жители северной стороны активные граждане. Мы все помним, как они отстаивали свои права при попытке постройки угольного терминала. Вот по этому вопросу, наверное, их позиция также тверда. Знаете, даже получилось так, что наше вот такое движение против угольного терминала как-то неожиданно перелось в борьбу за парк Учкуевка, за благополучие. Потому что только закончился терминал, мы вроде открестились, перекрестились, расслабились, как в конце апреля 2011 года появился котлован. И буквально за 3-4 дня мы смогли организовать сход граждан. На этот сход граждан пришло полторы тысячи жителей с северной стороны. Это на тот момент было где-то 5% всего населения. Это очень серьезный показатель дал нашей власти. Мы добились того, что этот вопрос вынесли на сессию городского совета. И тогда начал педалироваться этот вопрос. И всплыли вдвойные решения сессии администрации Куницына. И прокуратура начала хорошо видеть. Потом это все дело начало как-то непонятно разваливаться. Потом мы постоянно участвовали и в акциях под судами, и различные сходы проводили. И мероприятия какие-то постоянно пытались напомнить, что эта проблема есть, что она не забыта. И в конечном итоге, мы когда вернулись в правое поле России, этот вопрос опять-таки подвис. Потому что начали появляться опять госакты, выданные при Украине. Начало это переоформление происходить. Мы, честно говоря, держали постоянно руку на пульсе. На пульсе держали руку. И, конечно, в итоге мы волновались, что будет с нашим парком. Пытали, проводили акции. В прошлом году мы в рамках 70-летия Победы высадили 70 деревьев в парк Учкуевки. Постоянно субботники мы проводим. То есть мы не то, что там постоянно ходим, горлопани. Мы пытаемся благоустроить этот парк. В конечном итоге стал вопрос, как развиваться этому парку. И вот Сергей Иванович Миняйло, наш губернатор, был на северной стороне. Там произошла непонятная ситуация. Мы в конечном итоге, он сам вышел на нас, активистов с северной стороны, пригласил нас к себе. Мы два часа с ним обсуждались о судьбе парка Учкуевка. Как ему развиваться, кто будет балансодержателем. Все эти вопросы мы с ним долго очень проговаривали. В конечном итоге вышли на формат того, что парк Учкуевка, в первую очередь, это не коммерческий объект. Это не какое-либо доходное место. Это место концентрации людей. Это именно общественное место. Поэтому коммерции там не может быть. Потому что появились случаи, что коммерческая застройка там, какие-то там платные места, еще что-то. Мы это все отмели. И в принципе, Сергей Иванович настолько нас слышал, что в проекте бюджета этот год появилась сумма, такая существенная, 14 миллионов на развитие и благоустройство парка Учкуевка. Почему общественное слушание, это сейчас мы пытаемся провести именно вот такие вот сжатые, ну не сказать, что сжатые, то есть по форме мы все нормально делаем. Я думаю, Наталья, все вот. Потому что надо видеть, слышать жителей, потому что слышать жителей северной стороны, прийти к какому-то единому мнению, чтобы не было, устранить конфликты интересов. Поэтому такая вот ситуация у нас сейчас сложилась. Наталья, ваша инициативная группа является идейным вдохновителем оживления парка. Вот расскажите, как публичные слушания помогут именно этой деятельности? Да, ну изначально мы были инициативной группой, которая сейчас переросла уже в общественную организацию Расти. И мы занимаемся культурным наполнением парка, проводим арт-пикники. Вот уже три арт-пикника мы провели на территории парка Учкуевка. Ну это как бы в рамках долгосрочной перезагрузки, да, самого парка, вот смысловой именно. Уже сейчас парк наполняем музыкальными полянами, спортивными, литературными, беседой, детскими полянами. Но для этого всего нужно привозить оборудование, генераторы, оборудовать сами площадки. Естественно, для дальнейшего культурного наполнения этого парка нужно оборудовать площадки, благоустройство парка. И поэтому слушания как раз нам помогут в этом. Наша рабочая группа, получается, провела огромную работу. Брали интервьюирование, делали у людей, проводили анкетирование в бумажном, в интернете виде. Собрали мнение людей и на основании этого уже, получается, разработали список пожеланий к техническому заданию для проектирования по парку Учкуевка. И я немножко зачитаю, какие зоны получились. Это зона тишины, зона культурно-массовых мероприятий, детская зона, зона игр для детей с 7 до 16 лет, уличная фотогалерея, спортивная зона, зона для семейного отдыха, оборудованная беседками и зона для мангала. Площадка для выгула собак, фонтан и парковка. Но хочется также отметить, что основное население выступает за то, чтобы основная масса, это 70% было зеленые зоны. И также подняты вопросы, к примеру, для того, чтобы оставить та же парковка, чтобы это был не асфальт, а именно грунт, чтобы была решетка. Также, чтобы были газоны, на которых можно отдыхать, много газонов, чтобы можно было полежать, отдохнуть в таком формате. Все это было учитано в этом списке пожеланий. На основании этого будет и доклад, который делает доклад для слушаний, будет готовиться. Вот тоже на основании этого. Предмет самих слушаний — это будет статус парка и вопросы к формированию концепции самого парка. Для максимального охвата общественного мнения сделали немножко открытый формат слушаний, в плане, в 10 этапов будет проходить с 9 утра и до 19. Каждый час будет докладчик читать доклад 10 минут, потом 20 минут общественность будет задавать вопросы докладчику. И будет опять выступление, и также будет заполняться лист опросный — это выражение мнения самих граждан. Все это потом будет обрабатываться и учитываться. Сами слушания будут проходить в субботу, 16 июля, в парке Учкуевка, потому что судьба парка должна, наверное, решаться в самом парке. Мы оборудуем место для людей, чтобы удобно было и сидеть, слушать, теневые зоны сделаем. Ну и вот в таком вот формате будет проходить. Еще что бы хотелось бы отметить из собранной информации от местных жителей. Если в общей процентарности говорить, то общая площадь озеленения — 70%, площадь территории для массовых мероприятий — 5%, площадь территории для проведения культурно-просветительских мероприятий — это 5%, площадь физкультурно-оздоровительной территории — это 10%, площадь территории для отдыха детей — 9%, и площадь территории для размещения хозяйственных объектов — это 1%. Ну это вот, в общем, мнение людей. Ольга, а где можно ознакомиться с материалами к публичным слушаниям? Ну с материалами о проведении публичных слушаниях, то есть о дате, времени и месте, можно ознакомиться на сайте общественной палаты, которую, я так думаю, вы сейчас покажете нашим телезрителям. В крайнем случае, если не покажете, то я скажу www.opsevastopol.ru И там же вы найдете по ссылке документы, которые на сегодняшний день уже проработала рабочая группа, о которой вкратце рассказала Наталья. В конце, наверное, самое главное хочу сказать, что этот формат целый день, суббота, в парке рабочая группа предусмотрела только для одного — для того, чтобы учесть максимальное количество мнений, чтобы охвачены были все жители, по возможности, города Севастополя, но уж с северной стороны так точно. Мы готовы пожертвовать своим выходным днем для того, чтобы целый день там сидеть и обеспечивать беспребойную работу общественных слушаний. Поэтому мы вас всех ждем. Приходите, пожалуйста, выражите свое мнение. Начните понемножку, с небольшого шага, но выражать свою волю, свое мнение и привыкать к этому, что это нормально. Ну что ж, мы будем следить за развитием событий и будем ждать результата общественных слушаний. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на актуальные вопросы. Спасибо. Это была программа «В контексте». Напомню, в общественных слушаниях по вопросу развития парка Учкуевка говорили с членами рабочей группы общественной палаты Севастополя по их подготовке Алексеем Гладких и Натальей Поповой, а также с членами общественной палаты Российской Федерации и общественной палаты Севастополя Ольгой Дроновой. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире «ЭКС». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова